Здравствуйте, Павел Александрович! Каким отказом следует для этих государств? Мы строим 36 реакторов за рубежом, как Бумагадеш, Китай, Финляндия, Венгрия, Турция. Белоруссия, где недавно запустили первый блок и многие другие страны. Для нашей страны это одна из высокотехнологических России, где имеется свыше 100 миллиардов долларов выручки в ближайшие 10 лет. Это еще большая финансовая отрасль для получения контрактов с рубежом. Относительно стран, которые хотят прекратить свои атомные программы, это, конечно, в первую очередь Германия, которая решила свернуть свою программу после аварии на Фокусиме. Они закрыли практически уже большинство своих реакторов. Это связано с политической позицией страны, со стремлением страны развивать зеленые технологии, ветер, газ. Тем не менее, они строят и угольные станции, и по уровню выбросов Германия отбросила себя назад. И по цене за электроэнергию она тоже достаточно высокая там. В Японии сейчас тоже непростая ситуация, и у них было свыше 50 реакторов, которые работали до аварии в Фокусиме. Сейчас там 9 из них работают, но тем не менее, сейчас в Японии была очень тяжелая зима, и министр энергетики выступил перед правительством с критическим заявлением, с требованием возобновить работу атомной отрасли, вернуть инвестиции, развивать атомную программу. Потому что ветер, солнце и импортируемое топливо, которое практически составляет 90% в Японии, это и импорт ископаемого топлива, не справляются, у них были отключения зимой. И они поставили очень амбициозные цели к 50-му году выйти на нулевые выбросы углерода. Поэтому промышленность Японии, их министерство энергетики, предприятие Японии, атомная промышленность, все требуют возврата одной станции, потому что Япония была одним из лидеров. Они тоже развивали быстрые реакторы, технологии замыкания топлива, замыкания топливного цикла, технологии переработки, АЯД, у них строились новые реакторы. Но после Фукусимы общественность действительно настроилась против, но тем не менее сейчас общество дальше подвигается. — Скажите, вот история с Фукусимой не говорит о том, что, скажем, качество американских реакторов, их защищенность хуже, чем российские. Можем мы тут похвалить Россию в кои-то веки, рассказав о преимуществах наших реакторов? — Ну, дело в том, что у нас тоже была авария, чернобыльская авария. — Ну, когда это было, мы уже не помним. — Да, да, да. Вот. Но здесь, понимаете, надо сказать, что реактор Фукусимы был второго поколения. Он строился, американский реактор, еще в 60-х годах. И те требования безопасности, нормативы безопасности, которые были тогда, у новых реакторов они гораздо-гораздо выше. Конечно, конечно, американцы должны были предвидеть возможность такого большого цунами. Они должны были предвидеть, вернее, даже не американцы, а это японцы, потому что японцы несут ответственность за эксплуатацию и за принятие существующих реакторов Японии. Они должны были понимать, что существует опасность цунами. И резервные дизель-генераторы, которые обязаны стоять на всех их станциях в случае потери электроэнергии, они должны обеспечивать охлаждение реакторов. Они должны быть безопасно защищены от возможного цунами и затопления, чего в Японии не было сделано. У них были бы выпреждения. У них не было это обсуждение, но с точки зрения они, конечно, допустим просчет. За что, за что теперь всему миру приходится раскребываться. Я бы не стал сравнивать технологии разных стран, потому что платная энергетика – это инновационная технология, она глобально развивается вместе. Я бы не хотел говорить плохого о наших конкурентах, потому что это даже больше наши коллеги, партнеры. Ну да, да, да. Но вот расплачиваться-то ведь не только японцам приходится. Вот существует техническая проблема, техническое решение проблемы, которую сейчас мы ожидаем. Японцы собираются сливать в Японское море, в Тихий океан, миллионы литров радиоактивной воды. Тут что-то можно сделать? Во-первых, сама вот эта процедура вызывает удивление. Когда у нас там, знаете, 20 литров протекло на какой-нибудь атомной подводной лодке, да, крик стоит на весь мир. А тут вот миллионы литров они сольют, и что у нас там? Рыба будет светящаяся, мутанты, значит, будут бродить по Тихому океану, Годзилла вылезет, или что вообще нам ждать? Смотрите, у этого вопроса есть две стороны. Техническая сторона и сторона общественного восприятия данной проблемы. С точки зрения технической стороны, конечно, это достаточно уверенное заявление, но преимущественно очень многие технологии, подходы, методологии в атомной отрасли существуют, разработанные, совершенствуются, и там более-менее все нормально. Но с точки зрения восприятия общественностью, безопасности атомной отрасли, радиационной безопасности, радиационной культуры, опасности радиации, там, конечно, у нас электронное поле для работы. Сейчас, на данный момент, вся площадка в Кусиме заставлена баками, хранилищами вот этой воды, так сказать. Переработка ее стоит больших денег. Кстати, Россия туда поставила уникальный док-понтон Сакура, который был построен еще в Советском Союзе. Это плавающий судно для переработки жидких реактивных отходов, и мы им его после аварии в Кусиме просто подарили, так сказать. Оно было на Дальнем Востоке, которое Советский Союз строил, возможно, для таких вот ситуаций. Проблема большая, потому что требуется много перерабатывать реактивной воды. Там есть уровни контроля этой воды. Например, средний и высокоактивная вода заряжена, она, безусловно, никогда не будет сливаться, потому что там в любой состав радионуклинов, она требует переработки по закону. А низкоактивная зараженная вода, возможно, они будут ее сливать, и они считают, что у них будет такой опасности, что океан все, так сказать, размоет. Плюс в океане уже есть радиация, ее много. Даже существует множество проектов по добыче урана из океана. Там содержится 25% всего урана в мире, который у нас есть на плане Земля, он содержит в океане. И многие стороны разрабатывают технологии добычи этой радиоактивности из океана. Вот здесь проблема общественного восприятия, населения, рыбаков, промышленности Японии, экспортной промышленности Японии. Эта новость уже давно существует. Простник воды. Плюс я хочу сказать, что Япония сделала уникальную технологию заморозки почвы под Вкусимой. Это приблизительно очень похоже на то, что делал Советский Союз, когда рыл туннель под Чернобылем, чтобы предотвратить топливный расплав, попадание в грунтовые воды, что на самом деле было не нужно, не потребовалось. Но тем не менее, Советский Союз это сделал. Япония также заморозила почву под Вкусимой, чтобы радиация, ради воды от дождей, от осадок не попадали в грунтовые воды, не попадали на селение, в океан. Но тем не менее, я точно не могу сказать, но это обсуждается вопрос в правительстве Японии. Но такой вопрос действительно есть. О стриеве большого количества слабо-ролиативной воды в океан. Понятно. Еще вопрос связан с атомными станциями у нашего соседа на Украине. Вестингаус хочет менять, навязывать себя в качестве поставщика, а реакторы это там советские, Росатом традиционно поставляет топливо. И раздаются голоса, в том числе атомщиков, экспертов, которые говорят, что плохая идея, это опасно и может привести к разного рода авариям. Как вы думаете, это возможно? Возможно абсолютно все. Но вопрос в том, что мы делаем, как атомные отрасли, для предотвращения возможных аварий, происшествий, инцидентных. Дело в том, что за последние 30-40 лет атомная отрасль стала высококонкурентной. Глобальные подсвечащики технологии, в том числе ядерного топлива, конкурируют. Та же, как Вестингаус заходит на рынок советских ВВР с целью продавать свое топливо на рынок советских реакторов, мы делаем то же самое. Мы также на ТВС-Квадрат, у них топливная сборка квадратная, у нас Штюльна. Мы также отработали проекты, мы их испытываем в Финляндии. И одна атомная станция, финская станция Ла-Виза, тоже подписала с нами контракт, где мы у них, наша компания ТВЭЛ и Новосибирский селотехнический станок, также отвоевывают у них рынок топлива для западных реакторов. То есть эта ситуация показывает конкурентность, показывает высокую роль технологии в ней, потому что, чтобы получить разрешение на использование топлива Снегаус в реакторе ВВР, Снегаус должен был пройти множество испытаний, проверок, лицензирования, что они сделали. Лицензирование у Росатома, правильно я понимаю? Нет, нет, у Наркатома, у Кранитского. А, у местных. Ну, то есть это честная конкуренция, я понимаю. У меня последний вопрос к вам, еще будут коллеги, видимо. Скажите, когда, наконец, наука даст людям атомные батарейки вечные? Чтобы вот вставил в телефон и забыл вообще про эти зарядки, чтобы, не знаю, коптеры летали, машины ездили, когда вы, наконец, дадите человечеству вечные атомные батарейки? Ну, посмотрите, батарейки для использования, например, для кардиостимуляторов в сердце, например, есть искусственное сердце, у людей, ну, не искусственно, но, допустим, работать с кардиостимулятором, они уже давно есть. И, например, наш институт, который не ядерный, МИСИС, ведет свою разработку ядерных батареек. Есть, например, ЛИТЕГИ, радиозатокный термогенератор, который еще с советского времени используется для питания маяков на Северном морском пути. Это чуть-чуть больше батарейки, чуть большего размера, которые 20-30-40 лет питали целые маяки. Есть РИТЕГИ, радиозатокный термоэлектрический генератор, которые работают для спутников. Много же спутников в космосе, которые используются, работают на вот таких увеличенных ядерных батарейках. Плюс есть ядерные батарейки для роверов на Марсе, например. Вот Mars Curiosity, все марсианские роверы. А сколько они стоят? Они дорогие, да? Вот для народа-то когда вот сделаете? Они, видимо, дорогие, поэтому не используются. И вопрос цены, и вопрос безопасности, и вопрос необходимости. Вопрос необходимости. Например, для сердца жизнь это важно, жизненно важно, чтобы технология была надежной, и в течение 20-30 лет минимум сердца работала. Поэтому там и другие допросы безопасности. А, боятся, что расковыряют и начнут, да, всыпать изотоками? Множество нюансов, множество нюансов. Но вот, например, еще пример, что спутник Voyager, который дальше всех улетел в Солнечную галактику, вообще он уже вышел, и Солнечная система появилась на годах, на нем тоже был ретерик, спутония. И несмотря на то, что его время работы было обозначено, как, например, 10 лет, он уже работает 30 лет. То есть, если это не ведутся, разработки ведутся. Это просто вопрос наиболее оптимальной технологии, коммерческого использования, для потребителей. Там много нюансов. Но ваш прогноз, когда это произойдет? Когда вот случился прорыв? Части это уже произошло. Это просто вопрос внедрения, вопрос адекватности, нужно ли ядерные радиационные технологии использовать в обранных упростях. Или не нужно. Или, например, вот эти литиево-ионные батареи, для электромобилей, они более, так сказать, безопасны. Но концепции, концепции ядерных автомобилей, ядерных поездов, ядерных самолетов, сейчас американцы разрабатывают, их военное агентство, с военной компанией разрабатывает проект термоядерного реактора для самолетов военного. Вот, уже давно это есть, они патентуют эту сферу. Но если такой самолет шмякнется где-нибудь на город, то мало не покажется. А смотрите, в термоядерном реакторе задействованы другие реакции, другие радионуклиды, и там, безусловно, он опасен, но они параллельно с этим, он и не реактор термоядерный, они, естественно, просчитывают все возможные сценарии, все возможные сценарии безопасности после падения самолета. Но у них, у военных, есть определенные задачи, которые они ставят перед самолетом по автономности, по безопасности. А мы такое разрабатываем? Мы такое разрабатываем для ледоколов, для ледоколов, для автоплавных лодок. Мы такое разрабатываем, это наша плавучая ательная станция, что мы в России построили первую в мире коммерческую получу атомную станцию на Чукотке, полученный энергоблок Академик Ломоносов. Ну а Жигули, когда с атомным двигателем у нас появятся Жигули? Атомные. А нужно ли? Ну как, это же очень удобно. Во-первых, они будут заводиться в любую погоду. Наш ответ Илона Маска. Реактор всегда теплый, это очень удобно. Ну и вообще много плюсов. Нет? Возможно. Смотрите, в Беларуси были проекты транспортабельных АЭС. Это грузовики с реакторами на борту. Но там была немножко другая задача. Там была задача мобильного источника энергии. Чтоб можно было подвести атомный реактор, мини-атомный реактор, мобильный, на какой-то позиции и обеспечить там энергопитание. То есть, потому что там мощности другие. С точки зрения числа при одном автомобиле возможно пока это избыточно. Пока просто не появилось таких людей, кто хочет сутками гонять на автомобиле с бесконечным источником энергии. Понятно. Спасибо. У меня последний вопрос. Расскажите, пожалуйста, как в Иране строительство и работа атомной электростанции? Что-то интересное есть с этой стороны? Ну, вспомнить не может, что предыстория. В 70-х годах немецкий концерт Сименс начал строительство атомной станции Бушер в Иране. Это была первая атомная станция, которую Южный Союз строил в арабских странах. Вообще была первая атомная станция в арабском мире. Но из-за политических моментов они перестали это делать в конце 80-х, в 90-х, и станция была заморожена. Но в рамках активизации нашего, так сказать, политического сотрудничества с Араном в 90-х годах еще тогда Админаатом подписал соглашение с Араном по достройке этой атомной станции, где использовались западные технологии, западный реактор, западная система контроля. И Росатом взялся за этот проект, тогда еще в Министерстве обоэнергетики. И мы там построили наши реакторы ВВР, используя немецкий проект, его запустили. И это первая атомная станция в арабском мире, которая производит электричество в мирных целях для населения. Сейчас мы строим там еще два блока, вторая очередь Бушера. Вирана – это важный политический, геополитический проект. Но, естественно, сейчас общественность спиковано больше не Бушеру, о котором мне интересно особо говорить западным, потому что это проект мирного использования атомной технологии. Интересно говорить о программе обогащения урана, где они стараются достичь независимости в изготовлении своего обогащенного урана, в том числе даже возможность изготовления своего топлива, и достичь некой автономности в надависимости в этом процессе. Естественно, Россия, как глобальный технологий предлагает урану, мы уже будем забирать топливо, мы предлагаем здесь у нас обогащать, но там вопрос в том, что западные страны не хотят, чтобы урана появилась независимая атомная промышленность, и, естественно, все следят за этим о их уровне обогащения, о количестве обогащенного урана, и все аналитики в мире строят прогнозы, сколько ядерных бомб сможет создать уран из того количества урана, который они уже обогатили. А сколько? Нисколько. Нисколько. Потому что, чтобы иметь военную программу, требуются абсолютно другие ресурсы, требуются другая промышленность, другие институты. А отработанное топливо уран этот отдает, иран отдает России, возвращает? То есть там все сходится, да? То есть они не могут оставлять его, да, и использовать для атомной бомбы? То есть они откуда-то из другого места берут уран? У них есть национальные запасы урана, свои, да, и они ведут национальную программу обогащения урана, в том числе, например, для своего исследовательского реактора медицинского. А, то есть это не связано с Бушером никак вообще, да? Нет, это для своих научно-исследовательских Я понял. Хорошо, спасибо большое, всего доброго. Спасибо за подробный ответ и удачи вам в вашем деле. Спасибо. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!